Изумрудная скрижаль 7 Темен путь жизни, которым идешь ты. Множество ловушек ожидает тебя на этом пути. Стремись же всегда познать высшую мудрость. Достигни, и будет свет на пути твоем. Открой свою душу, о человек, к космосу, и пусть он течет сквозь тебя в единстве с душой. Свет бесконечен, а тьма мимолетна. Стремись же, о человек, всегда к свету. Знай же, что как только свет заполнит твою сущность, темнота для тебя должна исчезнуть. Открой свою душу братьям света. Позволим войти и наполнить тебя светом. Воззри очами своими на свет космоса, и да будет лицо твое направлено к цели всегда. Только приобретая свет мудрости всей, будешь ты един с целью бесконечной. Стремись всегда к единому бесконечному. Стремись всегда к свету в одном. Внимай же, о человек, прислушайся к моему голосу, поющему песнь света и жизни. Сквозь все пространства свет преобладает. Окружая все своими знаменами, сверкает он. Всегда же ищи в ночной пелене, и когда-нибудь ты обязательно отыщешь свет. Спрятано и захоронено, утеряно для человеческого знания. Глубоко в конечном существует бесконечное. Утерянное, но существующее, протекая сквозь все вещи, живя во всем. И есть это бесконечный разум. Во всех пространствах существует только одна мудрость. Кажущееся бесспорным оно, одно в одном. Все, что существует, берет начало от света. И свет берет начало от всего. Все созданное основано на порядке. Закон управляет пространством, где обитает бесконечность. Прямо из равновесия пришли великие циклы, двигаясь в гармонии к концу бесконечности. Знай же, о человек, что далеко в пространстве и времени бесконечность сама по себе должна пройти перемены. Внимай же ты и слушай глаз мудрости. Знай, что все из всего. Знай, что сквозь время ты можешь преследовать мудрость и найти еще больше света на пути своем. И да, есть то, что при каждом падении цель твоя будет уклоняться день ото дня. Давным-давно в залах Аменти я, тот, стоял пред владыками циклов. Могущественны они в своих аспектах силы. Могущественны они в мудрости открытой. Ведомый обитателем впервые я узрел их. Но впоследствии свободен был я от их присутствия, свободен для вступления в их конклав по воле. Часто я путешествовал вниз по темному пути в зал, где всегда пылает свет. Познал я от повелителей циклов мудрость, принесенную из циклов выше. Присутствуют они в этом цикле, как проводники человеческие к знанию всецелого. Семеро их, могущественных и всесильных, говорящие эти слова через меня, человечеству. Время от времени стоял я перед ними, внимая словам, доносившимся без звука. О, человек, приобрел ли ты мудрость? Ищи ее в сердце пламени. Был ли ты един с сердцем пламени? Ищи тогда в пределах своего скрытого пламени. Много раз говорили они со мной, обучая мудрости не от мира сего, показывая все новые пути к свету, обучая мудрости, привнесенной свыше, давая знания об управлении, изучении закона, порядка всецелого. Заговорили со мной опять семеро, говоря, мы из мест, находящихся далеко вне времени. Иди же, о человек! Прибыли мы из-за пределов пространства и времени, с места, где находится конец бесконечности. Когда ты и все твои братья были бесформенны, сотворены были мы с порядка всецелого. Неподобны мы людям, однако однажды мы были как люди. Из великой пустоты были мы сотворены в порядке закону. Ибо знай же ты сформированным, что правда в том, что ты бесформен, имеющий форму только в глазах своих. И вновь обратились ко мне семеро, говоря, чадо света. О, тот, свободен ты в путешествии ввысь по пути света, пока, наконец, все не станут единым. Были мы сформированы в следующем порядке. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Знай же, что это номера циклов, с которых мы спустились к человеку. Каждый здесь имеет обязанность, которая надлежит быть выполненной. Каждый здесь имеет силу для контроля. Так же мы едины с душой нашего цикла. Так же мы тоже продвигаемся к цели. Далеко за восприятием человека бесконечность расширяется в более великое, чем всецелое. Там, во времени, которое так же не является временем, Должны мы все стать одним, более великим, чем всецелое. Время и пространство двигаются по кругам. Знай же ты закон их, и будешь ты так же свободен. Точно то, что свободным должен быть ты для движения сквозь циклы, пройти стражей, стерегущих дверь. Затем обратился ко мне он из девяти, говоря, «Эоны и эоны существовал я, не зная жизни и не вкушая смерти, ибо знай же, о человек, что далеко в будущем жизнь и смерть будут одним во всецелом. Каждая будет так усовершенствована балансом другого, что ни одно не будет существовать в единстве всецелого». Человеке этого цикла жизненная сила расположена на разных уровнях, но жизнь в своем росте становится единой со всеми. Здесь я обитаю в вашем цикле, но так же я и во времени вашего будущего. Так как для меня не существует времени, ибо в моем мире не существует время, ибо бесформенны мы, не имеем мы жизни, но наделены существованием полнее, превосходнее и свободнее, чем вы. Человек есть пламя, прикованное к скале, но мы в нашем цикле будем свободны всегда. Знаешь же, о человек, что когда ты продвинешься в цикле свыше, жизнь сама по себе уйдет во тьму и останется только эссенция души. деревьiler и curve-то обратился ко мне владыка девяти, говоря «Все, что ты знаешь есть только часть малого». Не в полной мере прикоснулся ты к великому. За пределами в пространстве, где светлые создания возносятся, ступил я в свет. Сформирован был я, но не так, как ты. Тело света было моей бесформенной сформированной формой. Неведома мне жизнь, и неведома мне смерть, и есть я повелитель всего сущего. Ищи же ты проходы сквозь барьеры, иди дорогой, что ведет к свету. Снова обратился ко мне девять, говоря, ищи же ты пути, ведущего за пределами. Не является это невозможным. Вознесение к созданию свыше. Ибо когда двое становятся одним, и одно становится всем, знай же, что барьер преодолен, и ты свободен от пути. Возрасти же от формы к бесформенному, и станешь ты свободным от пути. И так в течение веков. Слушал я, изучал путь к всецелому. Теперь же возношу я помыслы свои ко всесущему. Внимай же и услышь, когда оно позовет. О свет всепроникающий, един со всем, и всецел в одном, теки же ко мне сквозь канал. Войди же, чтобы был свободен я. Сделай меня единым с душой всецелого, сверкающим из тьмы ночной. Позволь быть мне свободным от пространства и времени, свободным от покрова ночи. Я, чадо света, приказываю. Да буду свободен от темноты. Бесформенен я для света души, бесформенный, но переливающийся светом. Ведомо мне, что узы тьмы должны расколоться и низвергнуться пред светом. Теперь даю я мудрость сию. Свободен можешь ты быть, о человек, живя в свете и во тьме. И да не обратишь ты лика своего от света. И душа твоя обитает в царстве света. Ты — дитя света. Обрати помыслы свои внутрь, а не наружу. Найди же свет душу. Знай же, что ты есть владыка. Все остальное привнесено с пределов. Вознесись же до царства света. Сосредоточь мысли свои на свете. Знай же, что ты един с космосом, пламенем и чадом света. Ныне предупреждаю же я тебя. Не позволяй мысли сворачивать. Знай, что свет течет сквозь тело. Не оборачивайся к темным братьям, идущим от братьев черных. И да пребудут всегда очи твои вознесенными вверх. И душа твоя в тоне со светом. Возьми же мудрость сию и воззри на нее. Услышь голос мой и подчинись. Следуй путем света и станешь ты един с путем. Субтитры делал DimaTorzok